ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПАТРИК БЕВЕВЛЕРЛИ И СВОП УОРСТ С КЛИППЕРС ТОПИК ОКЛАХОМА НЕ, НЕ НАДО МНЕ СВОП УОРСТ ДЕВАНТЕ ГРАЭМ ДЕВАНТЕ ГРАЭМ ЗВУЧИТ СЕКСИ ХОРТЕН ТАКЕР Лизе Джонсон Я думаю, для нашей скамейки тут подойдет, в принципе, неплохо как бол-хендлер со скамейки это Деванта Грэм и пик второго раунда так что давайте мне его Единственное, что я не знаю, что у нас по центровым У нас есть Вайзмен и у нас есть Дэвис Эд Дэвис Вандербилд, Макдэниелс и Лейман Окей, Хернан Гомес, Пэтрик Уильямс и Коги Ничего страшного, Пэтрик Уильямс у нас Парфорда может играть Ничего страшного Мы забрались Деванта Грэма как запасной поинтгард Да и в принципе пока что пока что будем держать это все так А там посмотрим, что у нас дальше получится Опять же, еще раз Заходим сюда Давайте сделаем так Опять же, Эдвардс останется Пэтрик Уильямс сюда Вандербилд Он же Айзак или я путаю? Айзак Тренер у нас Крис Финч Я думаю Я думаю, мы хотим же Максимизировать эту всю Дичь Поэтому Мы Возьмем нашего боя Сталфера Который А плюс везде Плюс Пэйс и Спейс Для Ламелло Это Дичь сильнейшая Но для остальных не очень Ну, шо я могу сказать Давайте Погнали симулировать Посмотрим, что эта команда сделает Надеюсь, в плейовчик хотя бы в первом году Я думаю, вряд ли Мы сейчас слабее, чем даже настоящая команда Тимберволв Поэтому я думаю, вряд ли Кембалл Уокер Нет, думаю Все CPU трейдами Минус о нем И сейчас мы посмотрим, что у нас получится В принципе Если мы посмотрим на наши пики То у нас есть Протекшн бэков 22 года Уууу На 21 у нас нет пиков Так как у нас пик топ 3 протект Я думаю, что если он Если сильно он упадет То он, в принципе, должен нам упасть И вернуться от ГСВ Правильно? То есть, если он четвертый Ниже он у ГСВ останется Или я что-то путаю? Сейчас мы, короче, на это посмотрим Или Или если он первые три Тогда он у ГСВ А если нет, тогда он наш Я не помню, когда система работает Леброн Джеймс MVP Ламелло Новичок Крис Бушейл Лучший шестой Дефенсивный трейд Янис Most Improved Christian Wood Фрэнк Волгл Тренер года Мы 15-й были в конференции Симулируем плей-офф до конца Лейкерс 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 чемпионы Вау Ирония судьбы Так Плейерстед за сезон Ламелло 19 Энтони Эдвардс 19 Уайзман 18 В принципе, неплохо Мне нравится Айзеку Кокора слабенько Но что есть, то есть Как по мне Халибуртон лучше пойдет На эту перестройку Но ТОП 5 пиков ТОП 5 пиков Солнце Солнце Сидит Мать мажично Так Лотерея драфта Надо выбрать солнце Потому что Что-то дичь Что-то дичь Так будет получше Тайсон Чейнлер Закончил карьеру Окей Лотерея, нет, лотерея драфта. Скипаем лотерею. Warriors, шестой пик. То есть, если бы он был топ-3, тогда он был бы наш. А так он падает Warriors. А пик Warriors лишь деватый, получается. Кливленд, первый пик. Пик Хьюстона, это вон, Thunder. Kings, Thunder, ну окей. Миннесота, нигде тут не находится. Мы в жопе, у нас нету пика первого раунда. Став Санинг. Так, смотрим быстренько. Head Scout, тренер. О, надо тренера подписать, потому что это важно для нас. Тренер для нас это важно. Head Scout. Как-то насрать. И CFO тоже мне как-то насрать. Подписали двух додиков. Здравствуйте. Так, draft NBA, насрать. Руки Санинг. У нас там должен быть пик второго раунда, в принципе. Нема ничего, окей. Что у нас по... Cap Room 30 лямов. Великолепно. Может, сейчас Каваев закинем и поменял его куда-то. Так, 20 возвращаем, пацаны. Возвращаем. Кавай Ленард. Девонте Греем и Вандербилд. Вам даем qualifying offers. Вы, restricted free agency. Что мы, Кавайу кинем? У, Джон Коллин. А, Джон Коллинз, restricted. Давайте кинем Каваев, а потом его обменяем на кого-то. Начинаем согласиться. Пошел нахер. Так, Джон Коллинз. Я бы Джон Коллинз взял, конечно, на скамеечку. Давайте Майк Конли на скамейку. Майк Конли на скамейку был бы топ. Я бы Майк Конли взял. Именно взял бы. Хоть и за большие бабки. То же самое со Спенсером Динвиди. Да и все. Так, Майк Конли согласился. Окей. Значит, к нам не идет этот Деган под именем Кавая. Кого мы берем? Конли или Спенсер Динвиди? Конли на 4 года? Или Динвиди? Динвиди или Конли? Конли или Динвиди? Конли уже так. Если он 84, ему дохера лет. Наверное, берем Динвиди, чтобы помоложе был тип. Да. Каваль Нинерс в Нью-Йорке икс. У-ху. Жаришки. Так, и у нас Кэпрум. А, нет, мы же еще не подписали никого. Отлично. В 20 лямов Кэпрум у нас еще Кайлаури. У нас Ди Роуз, Бобби Портис. Так, кого мы берем сюда? Давайте Бобби Портис, так уж и быть. Давайте легенду, так сказать, Миннесоты подпишем. Так, Бобби Портиса нам не хватает. Кайлаури. Окей, мы не можем подписать Кайлаури. Двайт Ховард. Так, а что по составу? Что нам надо? В принципе, скамейка у нас есть, потому что у нас есть дохера Кэп Спейс. Что, в принципе, вероятно. Ламело Болл, Динви, Ди Роуз, Эдвард Сноуэлл. Так, Патрик Уильямс, Йокоро. Макданиелз Лейман. И возьми. Надо подписать пару центровых. И, в принципе, я готов херячить. Начинать сезон. Так, Николя Батюм. За минимум? За минимум Батюма можно взять. И давайте мне Таш Гибсон. Вилли Колистан. Давайте мне Вилли. 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 И Николя Батюм. Very nice. Player progression. Посмотрим, что у нас после первой. Все у нас с пацанками получилось. Ламело 88, Эдвардс 86, Динви Ди 83. Окей. Все как есть. Дерек Роуз упал. Ничего страшного. Лавнее, что у него рос Окоро. Если не будет расти, то... В принципе, ну, я бы взял Халибуртона. Мне Халибуртон... Я не знаю, как он упал до 12-го, конечно. Но что имеем, то имеем, так сказать. Мы, наверное, сейчас дадим Уайзману. Хотим, у нас три штуки. Ну, Уайзман будет наш первый тип. Уайзман, на тебе. 82 рейтинга. Давайте Патрик Уильямс. Ну, Патрик Уильямс растет и так неплохо. И давайте Окоро так, чтобы быть. Айзак. Потому что я ни в одной симуляции не видел, чтобы Окоро так вырос прям отлично. И что у нас на второй сезон, вы хотите сказать? Окоро, Батюм, Эдвардс, Уайзман. Дайте мне, пожалуйста, Патрик Уильямс вместо Батюма. Батюм, Бушерать, 14. Но с другой стороны, Грэм не вырос ни разу. Так что давайте Грэм. Нельзя менять легенду. Такую легенду, как Дерри Кроуз просто так. Деванта Грэм. Что ты хочешь мне сказать, брат? 6 лямов, в принципе, недорогой тип. Рестриктед фри-эйджент, так что команды могут себе его оставить. Джуха Лендерин, такая же Пуингард. Но он может Шуингарду легко играть. И можем на себя взять 30 лямов, потому что Кэп Спейс еще имеется. Лэри Нэнс, Тристен Томпсон, пик 22-го Атланты, 3 звезды. В принципе, неплохо. Майлс Бриджес тоже хорошо. У Дока Азибуки, так, Кал Кузма, Чума Окики, Дуайт Пауэлл. Дэниел Гэффорд. Уже 79 лямов. Гэффорд вырос, короче, жестко. Я бы взял Джуха Лидея, играл бы его на шутинг. На шутингард. В принципе, скамейка у нас топ. Так, Джуха Лидея вместо такого. Сюда. Шикс. Огонь. Дин Ви Ди Роуз. Макдэниелс и Холидей. Кстати, да, давайте, может быть, поговорим за то, что мы вчера видели. Кстати, подпишитесь на мой твиттер. Я завел твиттер. Можем общаться с вами про баскетбол там. Некоторые телегу используют. Я буду использовать твиттер. Почему бы и нет. Мне нравится, как можно вести переписку по поводу баскета в твиттере. По мне, очень классная штука. Поэтому, если что, фоллоуите меня. Ссылка будет в описании. Да. Лука вчера не затащил. Мне было печально, надо смотреть, потому что Лука... Проблема у Луки в том, что он может сделать, может попасть в любой степбэк, который будет 50 метров от кольца, но не может попасть в два штрафных. Поэтому, это самая главная проблема. Я не знаю, что ему надо делать в межсезонье. Потому что, как по мне, он типа шутер, но не может... Он 50-50% со штрафной. Он как будто бы в 2K собирали игрока, и мы забыли штрафной прокачать. Почти то же самое, что у меня в карьере игрока сейчас происходит. Ну, короче. Такая вот проблема есть сейчас у Луки Дончича. Я хер его знает, как это будет решаться, в принципе. Потому что... Ну, это как бы из личных его проблем. Это то, над чем ему надо работать. Понятное дело, чтобы улучшить свой статус игрока. Потому что, после того, как он промазал два штрафных, Клипер сразу пошли на нереальный рывок и закрыли, в принципе, игру. Если вы не смотрели игру, сорян, спойлеры. Но, типа, Клиперс уже прошли. С другой стороны, это все выглядело, будто Леброн играет с Кливлином в 2007. Потому что, кому он не даст пасс, никто не мог попасть в трех. И, с другой стороны, Даллас обыграли, типа, из Детройта. Люк Кенарт, Реджи Джексон и Маркус... Маркус или Маркиф? Наверное, Маркус вчера играл. Я их путаю все время. И Маркус Моррис. И, типа... What the fuck? Кавай, да. Кавай херячил, что дикий. Но... Пол Джордж, как по мне, так... Не особо сильно сорвал. Парзингис, как всегда, был говно, и мы все понимаем. Ну, и, в принципе, вся команда Далласа не подъехала. Короче, седьмая игра. И очко жим-жим. И все. И зажало всех, кроме Луки Донича. Ну, в принципе... И Лука был менее агрессивным в второй половине. Потому что, походу, штрафные мазал. Боялся идти под кольцо. Поэтому иногда на средние и на дальние броски. Ну, плюс, если тебя кого защищают, то куда ты так особо и не дойдешь. Никола Йокич, MVP. Дион Монро, новичок года. Это за кого? И лучший шестой за Кливленд. Ого. Джонатан Айзек, лучший защитник. Мостын Провед Преш, Сачу, в том тебе до тренер года. Кайл Харпер, экзекьютив ов-де-ир. Мы шестые сейны. Играем против Мэмфис Гризлис. Джам Морент, Гэри Трент, Дилан Брукс, Джарен Джаксон. В прием. У нас команда, в принципе, неплохая. What the fuck? Чем мы так низко? Объясните мне, пожалуйста. Player Stats. 19 Эдвардс, 19 Болл. 18... Поху, у нас все такой же, да? Патрик Уильямс 10, а Кора 8. Кора меня разочаровывает, если честно. Мне надо, наверное, Холиб Буртон. По одной игре. Окей. 0-1 Гарим. 1-1. Окей. Найс. Выиграли на выезде. Выиграли дома. Выиграли две дома. Закрыть? Не закрыли. Дома закрыть. Come on, Minnesota. Give more minutes to Nicolas Batum. Не смеши мои подковы. И что вы хотите сказать? Мы закрыли Мэмфис Гризлис. Что там? Как дела? Мы в... Денвер-Портленд? Портленд. Ммм. Не. Окей. Мы играем против Портленда. У нас дома... Мы шестые сейны. У нас преимущество в домашней площадке. Вау. Что у нас с Портленд? Дэмиан Лилард. У нас мы еще дойдем до перестройки с Портлендом. Я сделаю именно нормальную, наверное, перестройку, потому что... Дичь. Капелла и Рэд Пауэр Форуа, да? Интересно. Ну, Портленд будет сейчас сам перестраиваться. Посмотрим, что у них там будет. Первый вырыли дома. Отлично. Дэмиана Лиларда херячим. 3-0. Шестые сейны Миннесота Тимбер Вулс продвигаются в финал конференции, где будет орать против Нью-Орлендс Пеликанс, потому что у них Зайон Уильямсон, Джексон Хейс, Брэндон Ингрэм, Никель Александр Уокер и Лонзо Болл. Ну, Ломелла Болл, конечно, своего брата, конечно, ебумс. Но мы говорим 0-2. Дома. Дома выиграли одну. Дома выиграли вторую. Игра номер 5 на выезде в Новом Орленде. Мм? 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 Окей. Шо мы? О, нормально начали. Хорошо начали. Отлично начали. Мы дома, походу, херячим дома. Мне это нравится. Мне это very nice нравится. Седьмая игра, если мы сейчас, блядь, в финал пройдем шестим и семьи на метро педика. Так, стал фирмобой. Давай 8 будем бегать. Батюм. Сюда. Макденелос. Динведи и Холидей со скамейки. Дироуз, прости. И давайте, наверное, так и побегом. Окора 81 рейтинг. Окей, Окора уже у нас улучшается, что меня, в принципе, радует. Седьмая игра в Новом Орленде. What's up, what's poppin? What's up, what's poppin? У-у-у. Да, вторая, вторую четверть мы провалили жестко. Как мы назначили плюс один? Я думал, все, GG. What the fuck, dude? Как, блин, если посмотреть, как это все закончилось. Воу, вот это было нихера себе. 4,3 мы вырали, мы в финале NBA. Ломело 26, Эдуардс 25 и 10. Уайзман 19 и 22 подбора. Окора 10, Уильямс 10, Холидей 10. Макденелос 2, Макденелос 2. Слабо сэро. Тут Брэндон Ингрэм 21, Лонзо 19. За не подъехал. Кармела. Hello. Не попала Кармела в финал. Хит. Мы играем против Майами Хит. Бэма Деба, Джимми Бальдер, Тайдер Хиро, Витя Ладипа и Прэшис Ачува. Окей. В принципе, по составу они пока сильнее, но мы сейчас посмотрим по игре. Первую игру мы выиграли. Эй. Две выиграли в Майами. Пацаны, закрыть дома. Плес, плес, закрыть дома. Закрыть дома. Дома закрыть. Не закрыли. Фак. Мы-ка, мы, блядь, как эти. Так, меня бесит, что она мне постоянно, блин, говорит. Так, стоп. Вайсен, нет. Кто мне? Патрик Уильямс? Где он? Где он, блядь? Парфорвад. Все. Не еби мне мозги, игра, пожалуйста. Так. Ведем 2-1. Всем кастом, игра номер 4. Скаутинг у нас теперь не плачет, как маленькая сычка. И мы ведем 3-1. Мы ведем... Мы могли бы дома закрыть. Миннесота, Тимбер Вулфс. What the fuck? Что с вами и так? 3-1 ведем. Игра в Майами, где мы выиграли уже две игры. Мы выиграли первые в четверти. Програли третью жестко. И проиграли. Ну, игра номер 6 дома. Камон. Миннесота, Тимбер Вулфс. Второй год со всеми новичками. Мы первые проиграли минус 15. Вы что орете? Окей. Три минуты до конца. Мы говорим 3. Мы запрыгнем в эту дичь. И посмотрим, что у нас тут будет. Окей. Что по составу? Пятрик Уильямс скидывает мяч. Сейчас будет на Ламела Бола. Что там? На Энтони Эдвардса. С мячом Джу. Джу Холидей. Окей. Заслон. Заслон от мобоя Уайзмана. Джу Холидей сам решает. Джу. Мобой. Кендрик Нанн с мячом. Зафорсить седьмую игру. Тайм-аут. Майами Хит. Окей. Плюс 1 мы ведем. Они ведут. Не мы ведем. Сори. Кендрик Нанн. Йоу. У них может быть... Конечно, нападение у них такого жесткого анима, как мне кажется. Если мы так сравним составы. Конечно, защита у них топ. Но камон. Джимми Батлер, плеер оф дегейм. Что он забил? 30-очковый Джимми Бакетс. Ни хераси. Окей. Кендрик Нанн с мячом. Майами Хит ведет плюс 1. Пытаются закрыть нас. Не закрыть нас. Пытаются зафорсить седьмую руку. У-у-у. Пацаны. Что за защитой, пацаны? Что не так? Ламело. Ламело, ты нас спасешь? Бортан. Ламело Бол. Какой у нас плей? Плей у нас на Джу Холидея. Против Тайлер Хиро. Пик-н-ролл. С Уайзменом. Джу Холидей сам против Хиро. Так, Адебай против Вайзмен. Плюс 3 ведет Майами. Плюс 3 ведет Майами. И, эээ, фак, Адебай идет на дюйм-шерф, нет? Кадем. Что это за приколы? Мне это совсем не раз. Адебайч первый попал. Адебайч второй. У-у-у, найс. Уайзмен, хеллоу. Так, у нас, ээ, у нас проблемы. Камон, 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 камон. Холидей сам. Блядь, чё у нас Холидей всё сам решает? Я не понимаю. Как только зашел в игру, так сразу дичь происходит везде. Где Эдвардс? Хорош, Уайзмен поставил блок. Пятрик Уильям с мячом, камон. Камон, броу, камон, броу. Мы не можем стрелить 3-1. У нас, Джу Холидей все броски сделал. Камон, камон, камон. Вы шо, мы горели... Мы вели, блядь, 7. Мы вели 7. Мы, блядь, на последней секунде прорали. Бамма, дебай, мвп финала. Мы прорали в одно очко. Вы шо? Это, наверное, это... Окей, голый стейд больше не чокнули. Вот это был самый жесткий чок. Мы вели 3-1 дома. И мы вели... Сколько мы вели? Я в ахере. Вот это бред. Вот это я понимаю, бред. Вот это я понимаю, вот это дичь. Вот это, вот это бред. Вот это, вот это... Ну, мы, в принципе, были 6-7, я не знаю, потому я не знаю, на что я рассчитывал. Ассистент GM, окей. И все остальные у нас есть. Hello. Руки санинах. Я не думаю, что у нас там кто-то есть, кто-то имеется. 20-й пик. Юн Лонг Вонг. Окей, нам надо было центровой, поэтому... Окей. У нас уже идут... Руки экстеншены, поэтому... Надо будет быть тут аккуратнее. Квалифайн оферс. Джошу Кои, окей. Мораториум. У нас... Кэпрум минус 22 миллиона. Джошу Кои, мы тебе дадим контракт. Вандербилд, на тебе контракт. Окей. Подпишем наших боев. У нас нет никого. В принципе, если мы... Не, ну, если мы можем, в принципе, попробовать. Попробовать никто не запрещал. Например, Джу Холидей, который... Скотина тупо все бросает. Я не знаю, что с ним делать. Тарис Макси и Айзея Джо. Тарис Макси, мы можем еще одного новичка себе взять из того драфт-класса. Окей. Монте Морис и Пик первого раунда. Чикаго. Кливленд, Кавалер, Шлэри Нейндж, Джуниор. Окей. Ким Бёрч, Гэри Трент. Лоттери Протектор, правда. Дэни Шьюдер. Ууу. Ути Купер. Ну, опять же, дохера денег. Если я захочу вдруг кого-то подписать. Я думаю, мы возьмем себе... Ди Шон Тейтон до какого-то? Undrafted. Окей. Якоб. Назир Лидл Боди Хилт. Тарис Макси. Тарис Макси. Давайте еще трейдс. Трейдс, трейдс, трейдс. Большие зарплаты. Спенсер Динвиди, Дерри Кроуз. Дерри Кроуз. Давайте, что у нас Дерри Кроуз? Ди Роуз. Что у нас с тобой, брат? Пик первого раунда Филадельфии. Пол Рид. Монте Морис. Еще один ПГ. Давайте, наверное, не ПГ. Кал Кузьма, в принципе. Not bad. Данкан Робинсон. И пик первого раунда Майами. Два пика Шарлотт. Топ-5 протектед, топ-10 протектед. Нерленс Нелла, Чума О'Кеке. 19-го года тип. Драфта, в смысле. Чума О'Кеке. Звучит неплохо. В принципе, нам надо запасной этому Вайсману. Можем Моуза Забрауна. Давайте Моуза Забрауна выкидываем 20 лямов. И как бы у нас уже пятнашка тут есть. Да? Пятнашка есть. И можно, если выкинуть Динвиди, то, в принципе, можем подписать кого-то Бигбоя Кота. В принципе. Сейчас посмотрим. Сайбл и Пол Рид. Я, блин, Сайбла было бы неплохо, мне кажется, нет? И Вица Зубац. Руди Губерт. Два пика первого раунда, нет. Монтереза, нет. По Кеке и ты. Окей. Эннис Кантер, Мейсон Пламли. Айзея Стюарт. У, Айзея Стюарт. 20-й год, 16-й пик. И Джастис Уинзлоу. Еще один хороший центр. Моуза Брауна можно куда-то флипнуть потом. Либо берем Матисса для защиты и погнали. Матис Стайбл, come on. И у нас тебе до хера место, 31 миллионыш. О, нам все равно не хватит, наверное, да, подписать? Степана, например. Если я, если я вдруг хочу Степана. Я бы 32 могу подрежать. О, а кого мы еще можем выкинуть? У кого еще зарплата была большая? Это все наши типы. Кельвер, 8. А нахер нам Кельвер с 8-мёркой идут? Сейчас мы Кельвера тоже выкинем. Два пика первого раунда. Окей. Два пика первого раунда Атланты. Тори Крэг. Кинг, 105 протектед. Нерлендс Нойл, Чумао Кеки. Я бы согласился на два пика. Сан-Антонио Спирс два пика. Нет. Чикаго Буллс два пика. Или Атланта. Давайте на Чикаго Буллс. Они еще потеряют лавину. Наверное, скорее всего. И у меня 39 лямов. Я рискнул и не попил шампанское. Окей, фак. Окей, окей. Варианты у нас есть такие. Зак Лавин, Джексон Джуниор, Рассел Уэсбрюк. Что мы возьмем? Джексон Джуниор? Или Лавин? Давайте Джексон Джуниор, наверное. И у нас еще места хватит. Если мы Джексон Джуниор подпишем, да? Джексон Джуниор. И у нас еще 11 лямов, в принципе. За 11 лямов Маркус Смарт, в принципе. Было бы неплохо. Что у нас? Сломало было Терис Максис со скамейки. Его backup. Энтони Эдвардс. Вот сюда можно Смарта, в принципе, легко. Кора и Сайбл. Вместо него тут Джексон и Макденелс. Но мы Патрика Уильямса сейчас бустанем, он у нас пойдет вперед. Макденелс, 28 пик. Вайзман, Браун, Коли Стайн. Окей, я согласен. В принципе, на 11 лямов, я думаю, Маркус Смарт нам идеально подойдет в эту систему. Поэтому Маркус, не стесняемся. Собираем вещички и едем к нам. Великолепно. И, я думаю, дальше можем симулировать дальше. Player Progression. Сейчас мы еще бустанем нашего типа. Что у нас? Вайзман, где у нас Патрик Уильямс? Патрик Уильямс на месте остался. Но это потому, что мы поменяли его позицию. Да, такое. Но, в принципе, все у нас нормально. У нас еще теперь... У, у нас тут время больших перемен. Мы, в принципе... Я думаю, мы усилили скамейку. Так, low-key. Патрик Уильямс. Камон, а минус? Кому мы еще даем? Давай, Коро еще раз. И давайте... Антони Эдвардс. Камон, advance to next season. Fix this piece of shit. И единственное, мы сделаем... У, Патрик Уильямс давно сидит. Так, Джексон. Два места. Это... Макденелс. Сорян, Макденелс. А, мы все равно будем... Давайте в 10 бегать все равно. У нас состав сильный вообще. Очень сильный. Конечно, Джейден Макденелс нам не в тему, потому что мы хотим Патрика Уильямса тут бегать, потому что топчик. Так, со скамейки Уильямс... Не, Уильямс мне надо в старте. Джексон Джуниор всегда будет у нас лучшим шестым, в принципе. Я не против. Старт такой же, как и всегда. Со скамейки Джексон Джуниор, Макси, Браун и... Смарт и Сайбл. Огонь! Поехали! Сезон номер 3. Я думаю, это уже будет наш чемпионский сезон. Если мы дошли до финала с той командой, то что у нас будет с этой командой? Я даже не представляю, что у нас может быть. Давайте пойдем дальше за Даллас. В общем-то, Тим Хардовой Джуниор, который, в принципе, серию провел хорошую, не подъехал. Парзингис забил больше очков, чем он обычно набирал. Но это ему тоже особо... Им тоже особо не помогло. Плохо сыграл Максик Либа. Плохо сыграли вообще... Не, единственное, кто... Единственное, кто... Вот, например, я вчера думал, я смотрел Ру, я думал, если бы я перестрал эту команду, кого бы я оставил? Тим Хардовой Джуниор, не знаю, получает много денег. Луке надо... Луке 100% надо будет давать определение контракта, но я не думаю, что он его подпишет. Потому что, ну, Луке уже, как по мне, уже топ-10, может быть, даже топ-5 в лиге. Поэтому он может не спешить подписывать эту дичь и может подождать, пока он не получит там Супер Макс какой-нибудь уже. И, в принципе, если он даже там подождет пару лет до своего экстеншена, то у Даллас есть возможность сейчас поискать ему напарника. Я думаю, что Парзингиса надо менять. На кого менять, не знаю, потому что Парзингиса сейчас хер поменяешь и, ну, никто Парзингис сейчас не возьмет из-за того, что как он играет. Плюс его большой контракт это перебор. Тим Хардовой Джуниор, не уверен, что я его продлю, несмотря на то, что да, он хороший РЛ. Все плохо. Эксперимент с Джошем Личардсом у них проводился, потому что Сет Карри там за Филадельфию херячет. Так, Лука Дончич у нас MVP, 35 очков, 12 систов. Классика. Ли Джефферс. Я жду, когда эти времена будут в Ли. Ли Джефферсон новичок года, Болбол лучший шестой, Джонатан most defensive player, most improved ball ball, Майкл Ставфер тренер года, мы первые сиены, 62 победы, ГСВ. У вас там Карл Энтони Таунс, Степа Карри, Клэй Томс, как вы восьмые сиены, я не понимаю. Но Энтони Эдвардс 90 рейтингом. Я готов разносить кибитку. Плеер статс. У нас Эдвардс 21, Ламелло 17 очков. 7 ассистов всего лишь. Маловато. Джексон Джуньер 17, Уайзман 16, Макси 13, Патрик Уильямс 11, О'Коро 9 и Браун 8. Симулируем первый раз полностью. Ну, хоть 42 очка, 15 с половиной ассистов за игру. Нихера себе. Нихера себе Лукич. Подожди, а Лука будет свободным агентом? Окей. Латарея драфта. Я не знаю, у нас пик есть? Пик есть, но он не будет высоким. Да, у нас 29 пик. Став санинах, ассистент коуч. Давайте пройдемся по ассистент коучам. Двайт Ховард. Камон. Капец, он один из топовых. Двайт Ховард отказался, потому что он конченая скотиняка. Двайт Ховард, на те деньги. Не обижайся. Не обижайся, кись. Так, драфт комбайн, руки санинах. Сейчас, может быть, придется менять еще наших типов. Так, 71 рейтинг. Окей, Эрнест. Тимплеер Опшнс. Мы возвращаем по Тимопшнс у вас, пацаны. Это последний год, когда эта команда может быть вместе. Так что мы держимся. Квалифайн Оферс. Мастис Тайбл и Джошуа Коги. Так, мораторим. Эмбит, Йокич, Зайан, Джамарент. Из них и Эмбит, Йокич. Ну окей, ну в принципе, они мне не надо. Леброн Джеймс тоже у нас антистикдивый эйджент. В принципе, что у нас? Возвращаем этих двух типов. Ого, у меня кстати тут много типов. Блять. Огис Тайбл. Ну, а этих можно не подписывать. Так что Тайбл, на тебе контракт. Окей, они все согласны. Супер. Супер огонь. Hell yeah. Окей, 7 лямов, Cap Space. Это ничего мне, ни о чем мне в принципе не говорит особо. По ростеру у нас все так же самое должно остаться. Поэтому мы никуда не спешим. Мы симулируем до Player Progression. Что у нас? Патрик Уильямс у нас вырос или нет? Мне интересно. Потому что мы поменяли позицию и он после этого на месте остался. Поэтому это печально. Патрик Уильямс у нас... Окей, плюс 3. Отлично, отлично, отлично. Джексон Джуниор остался на 89. Но я в принципе на Джексона Джуниора особо не рассчитываю, потому что мы ее все-таки на топ-5 рассчитываем. Он у нас скамеечник. Что, брат, если ты на больше рассчитывал, сори. Еще раз Патрик Уильямс. Потому что он у нас что-то тяжеленький идет. Айзака Коро. Еще раз. И... Вайзмен. Давайте Вайзмен. Next season. Very nice. Very nice. Very nice. Very fucking nice. Так, Макдэниелс, степа меньше. Бум. Вильямс, степа больше. Hello. Так, а что мы будем делать по поводу Сайбл, Маркус Смарт у нас тут. Коги. Угу. Окей, симулируем, а там дальше будем смотреть. Зрешенная плей-офф, мы все это подправим. 54 победы, Лука MVP. Фак. У нас Лука, короче, будет самым проблематичным типом. Окей, Портленд в первом раунде. У нас тут Дэмиан Лилард, Неркич, Паскал, Незиплитов. Окей. Еще раз сильнее в раунде. Окей. Дэнвер во втором раунде. Окей. Дэнвер это что? Йокич? Да, Йокич, Гордон, Майкл Портер. Уууу, вот это состав. Вот это состав. Что у нас по сезону? Эдвардс 20. Окей. У нас, как мы идем, так и есть. Ничего особо нас не меняется. Окей. Что мы на плей-офф думаем? На плей-офф, я думаю, составчик мы делаем 8 человек. И поехали так. Я думаю, поехали так. Да, Джерен Джаксон у нас будет в старте, поэтому на плей-офф нам надо изменения. Или не? Или да? Или сделать чисто? Давайте сделаем чисто ради ради церемонии. Лерен Джаксон. Вот так. Огонь. Так, Новый Орлеан, которого мы уже ебанили иногда в жизни. У них Кира Люуэст и премистер Олон Забола. Ууу, проиграли дома первую. Фак. 2-1. Ой, 1-1. 2-1 выиграли в Новом Орлеане. Выиграли 2 в Новом Орлеане. Окей, найс. Проиграли дома, блядь, what the fuck? Проиграли на Орлеане. Окей, слава тебе, господи. Атланта Хокс и Трей и мать его Янг, который сейчас в плейдов разносит. И у них команда очень даже неплохая. Атланта Хокс. Давайте посмотрим, что мы с ним сделаем. 1-0 повели. Отлично. 2-0 ведем. В Атланте теперь играем. 3-0. Отлично, закрываем, закрываем, закрываем. Пожалуйста, закрывайте. Если мы сейчас правильно, я обижусь, на вас конченые дегни. Окей, слава богу, мы выиграли. И Ламело Болл MVP финал. В принципе, Ламело Болл наверное лучший урок из этого драг-класса. Хоть он, ну, он не как свой брат, короче, не накрылся, как пришел в NBA. 2-3 стила за игру. Это в принципе все, все, все себе. Так что, такая вот у нас была перестройка. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписались. У нас завтра, кто у нас завтра? У нас завтра Портленд или Чем или Аня, кто у нас завтра? Дайте мне Team Selection. У нас, так, у нас Миннесота. Да, у нас завтра Портленд. Поэтому мы завтра будем перестраивать Портленд. Дэмиан Лилард, мы завтра это все перестроим. Мы попробуем собрать вокруг него самую оптимальную команду для того, чтобы он выигрывал не только Ночи Мерс, мы попробуем династию построить вокруг Дэмиан Лиларда, потому что то, как он сейчас поливает, это нереально. Он хотел Джейсона Кида себе в тренера, Джейсон Кида отказался, потому что он сейчас думает, что если, ну, тупо из-за отношения Дэмиан Лиларда назначить его тренером, то это будут терки, короче, в раздевалке, поэтому он сказал, что он не хочет. Поэтому посмотрим, попробуем найти моего подходящего тренера, может быть Чон Сибилл, может быть Сэм Кассел, может быть Марк Джексон, например, я думаю, будет хорошим кандидатом, много вариантов, куда может пойти Трэйл Блейзерс на данный момент, плюс обменять, я думаю, Сиджей Макалума будет тяжело, поэтому, возможно, Неркича обменять. Я думаю, Карл Энтони Таунс. Взять Неркича, взять Сиджей, взять Пик, если у них есть, не помню, в Миннесоту, откинуть им. Карл Энтони Таунс. Ладно, иди сюда, братан. Взять Дреймонд Грин, отдать им, Ковингтона, Кармелла, Норман Паул, и, может быть, еще Пик, и забрать себе Дреймонд Грин. В принципе, будет плохо, потому что Warriors будет сейчас по-любому смотреть, не то, как где-то зарплату урезать. Я не думаю, что в следующей сезоне может быть на будущее. Посмотрим, но посмотрим, как Дреймонд Грин будет себя чувствовать. Ну, а там, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр этого выпуска. Я увижу вас в следующем выпуске. Увидимся. Покет.